минуточку внимания хочу поставить бизнес нашей семьи наш бизнес это спортзал в городе арзамас находится он недалеко от банка арзамаса и недалеко от перекрестка также его можно найти легко gps пишите gps 6 раздел и 21 бизнес вот китан кирилл гейм и туда приезжаете тренируйтесь то здесь можно изучить здесь можно изучить все стили боя спарта кунг-фу кикбоксинг и удар строктя если вы выучите все стили боя вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам но самое лучшее из них это кикбоксинг либо удар строк нашим спортзале отличные ринге можно драться на деньги также есть много тренажеров обязательно приходите именно в наш спортзал вход конечно же бесплатный всем привет с вами кирилл и вы на канале кеймы сегодня мы играем в хималочку на сером один холиплей первый сервис кирилл пудбуль не забывайте вводить в них при инстрации и так сегодня у нас будет обзор обновления до мазин продолжает радовать нас обновлениями каждую неделю в практически в принципе поэтому сегодня мы посмотрим это обновление что смогу покажу что не смогу в принципе прочитаю так также не забывайте вводить мой промо код все будет в описании прорез просто вот и промо код капса вместе кирилл гим при достижении 5 уровня уровня получаете 50 тысяч при достижении 10 уровня получаете еще 100 тысяч поэтому обязательно его используйте ну что ж погнали и так думал будем идти по порядку первое что давали это уменьшили комиссию в банке то есть и сделали меньше теперь комиссия за перевод счета на счет 5 процентов было 10 процентов также мы изменили комиссию на пополнение банка и снятие денег с банка один процент а было 10 процентов но это сделано для того чтобы вы чаще пользовались этими услугами из-за жалоб игроков а также из-за увеличение популярности передачи денег не через банк и не через пей а ведь остальные виды передачи денег считаются махинации если что пацаны поэтому сделали вот такую вот комиссию уменьшили и в рубля в два раза даже больше поэтому имейте ввиду так также на всех автоматических мероприятиях мы повысили призовой фонд в несколько раз здесь раньше он был 15 тысяч теперь за первое место дают 50 тысяч за второе место дают 40 тысяч и за третье место дают 30 тысяч принципе нормальные деньги пацаны кстати танк и btr теперь едут максимально 30 метров в час сделано это из-за физики в игре а также из-за трудностей в управлении данной техники теперь танки btr имеют более приятную модель управления и чувствуется вес тяжелого транспорта ну в принципе я думаю вот это вообще-то как бы нормальная тема поэтому плохого здесь в этом я ничего не вижу вообще итак читаем дальше губернатор теперь может менять не только налог на заработную плату но и налог на продажу недвижимости имущества на самом деле вот я наверно против этого потому что ну как бы ты купил дом и ты сам решаешь по сути за сколько его продавать чтобы ну как не знаю блин какая-то хрень как по мне он может поставить процент от 70 до 90 и именно эта сумма будет возвращена игроку при продаже дома квартире бизнеса а это государство тогда все нормально пацаны да все претензий нету претензий нет так тут еще добавили такое мелкое обновление для пар именно которые женились ну вы поняли короче супруги теперь могут пользоваться тс своих вторых половинок а именно теперь можно открыть закрыть транспорт супруга но при этом не нужно получать плечи от супруга через команду так идем дальше в принципе ну дальше то я уже буду вам показывать в принципе погнали так вот следующий обновление которое сделали мероприятия пинбол больше нет на сервера а карта туда теперь есть в компьютерном клубе также в компьютерном клубе появился новый режим каждый сам за себя где игрок будет играть не в режиме tdm а в режиме дм как фенболе принципе давайте вам покажу не знаю будем мы туда перемещаться так вот counter-strike в принципе выбираем и режим каждый сам за себя вот выбираем этот режим давайте в принципе убираем и давайте я зайду уже на начата игра с другим режимом. Ну ладно, в принципе. Я думаю, вы поняли, что это находится здесь. Просто выбирайте конструкции и режим каждого из себя. И здесь будет карта спинтбола, если что. Поэтому имейте в виду. В прошлом обновлении убрали дома и бизнесы из заброшенного города Режевс. Сейчас мы убрали оттуда все подъезды и, следовательно, квартиры. А жильцов мы переселили в аналогичные плюс-минус свободные квартиры в разных районах области. Ну, в принципе, понятно. Я думаю, в следующее обновление уже тогда уберут полностью Режевс. Ну, а потом переберутся к Арзамасу. Та-да-да-дам. Ладно, я шучу. Арзамас никто трогать пока что не будет. Но это не точно. Ладно, это шутка, пацаны. С Арзамасом все будет пока что нормально. Так, следующее обновление. Добавлена система разборок, дуэлей, стрел. Теперь любой игрок может вызвать на дуэль другого игрока. При этом можно выбрать оружие и количество раундов. Игрок, которого вы вызываете на дуэль, должен находиться рядом с вами. Еще можно поставить на собственную победу определенную сумму денег. Если вы победите, то вы получите большую сумму общего выигрыша. Арена для разборок находится в лесу между ПВТ Батырева и Гарелью. GPS, развлечение, арена. В принципе, давайте в GPS глянем, я для вас покажу. Так, GPS. Развлечение, развлечение у нас. Где они? Где развлечение? А, вот, развлечение и арена где-то должна быть. Вот, 12 пункт, последний в принципе. Вот я возле нее нахожусь, если что, просто. Вот, арена. Она находится в лесу. Вот этот чекпоинт. Кстати, вот эта клетка еще была, по-моему, августе. Ее еще добавили. Я помню, на 1 сентября были подарки. И вот на крыше этой клетки был подарок. Помните? В принципе. Ну, кто помнит, я думаю, все подарки сами собирали. Те найдут это место либо в GPS посмотрят и все. Так, заходим сюда и нам пишет, что так. Дуэлица не указана. Ваша ставка не указана. Рамбл не указана. Видов оружия ноль. Оружие, так, бросить вызов можно кому-то, короче. Типа, вы или ваш соперник находится слишком далеко от аренды. Ну, в принципе, я думаю, вы понимаете, что вот здесь можно дуэлица. Довольно-таки это очень классное деле. Тем более, в таком месте, в далеком, никто никому не будет мешать. Во-первых. Во-вторых, возможно, это снизит дем на сервере. Поэтому это очень неплохая такая идея. Возможно, за тысячу когда-то с кем-то постреляюсь. Просто скиллов у меня нету, поэтому ну, такое, знаете себе, даже не хочется донатить эти скиллы, покупать заново, потому что они слетают. Я не знаю, лучше бы они уже наконец-то это убрали. То, что скиллы слетают, потому что, ну, не реально, блин, каждый день играть, типа, и скиллы качать, тире. Это реально бесит. Ну, и последнее обновление, которое мне очень даже не понравилось. На мини-карте теперь отображается игрок, а игроки без фракции и ОПГ отображаются как серый квадрат. В принципе, ну, у каждой фракции теперь свой цвет. ДП синий, у ТРК оранжевый, у СМП белый, у ВЧ темно-зеленый, у А желтоватый, у ЧМ, то есть чеченская мафия красный, русская мафия темно-серый. Игроки на мини-карте отображаются не все, а только те, которые находятся недалеко от вас, в вашем районе. Если купить и надеть маску, аптеки, вы станете скрытным от всех на мини-карте. ФСБ штурмовой, экипировки скрыта от всех по умолчанию. Также есть, если мафия убьет солдата и возьмет его одежду, то также изменится и ее кризис цвет в армии. Ну, я понял, в принципе, но, честно говоря, ладно, с цветными никами я еще соберюсь, но мне больше нравилось, когда у всех были белые ники. Это довольно-таки гармонично и классно смотрелось, как бы. А сейчас, ну, честно, мне не нравится, блин, ну, такое себе. На самом деле, кому-то какой-то, знаете, DM-серый. Лично мое мнение, я не хочу никого обидеть, пацаны, но оно так и есть. Смотрится кому-то какой-то DM-серый, знаете, и на DM-серах такая тема. И, ладно, с этим я еще могу смелиться, но то, что отображение на карте, это реально бесит, потому что, ну, в реальной жизни, что ты ходишь, блядь, с радаром и по мини-карте смотришь, что рядом есть? Нет, конечно же, это же RPG-сер, зачем так делать? Как бы, ты должен сам ориентироваться, где другой игрок. Зачем его отображать на мини-карте? Ну, как по мне, это полный бред, и я против этого. Лично мое мнение, так же, как бы, да, было голосование, там, типа, и так далее, в группе официальной, но все равно я против именно отображения на карте. Ладно, еще с этим я могу смелиться, потому что тап я... Я часто тап юзаю. Ну, ладно, не страшно, в принципе. Ладно, с этим я могу смелиться, но отображение на карте, игроков, вот это меня реально бесит, и я против этого. И так же, в принципе, исправили множество багов, там, и так далее. Ну, в принципе, как и всегда. Ну, что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока. Так, пацаны, я бросил вызов, специально для вас сейчас покажу, как это все происходит, в принципе, эти дуэли. Там 15 секунд надо ждать, чтобы игрок ответил на мой вызов. В принципе, сейчас мы с ним, типа, подуэлимся. Так, ждем 5 секунд, и будем сейчас с ним стрелять. Так, не, ну, это довольно-таки прикольно выглядит. Так, эмка, а можно другое оружие взять? У меня, если что, скиллов нету, сразу предупреждаю, в принципе. Давайте дробошай его. Блин, у него броник есть, так, нечестно. А, у меня тоже есть. Так, давай, давай, давай. У меня хп больше. Есть, я выиграл, пацаны. Есть, я выиграл дуэли, пацаны, хотя у меня скиллов не было. Просто охрененно. А где он в больничке появился, что ли? Дуэль между Кирилл Путбулли и Максим Паймолов завершен. Победитель Кирилл Путбулли. Забирайте призовой фонд в размере 8550. В принципе, не, прикольная тема, пацаны. Я просто одобряю вот эту систему дуэлиф. Она интересная, она классная. Поэтому я ей оставлю лайк, а вы поставьте лайк на мой видос. Всё, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ещё раз ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok